Восемь вечера. Подробности ровно в девять. Черное зеркало. На интере стартует информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я вас приветствую. Пятые сутки Авдеевского ада. Последние новости из захваченного огнем городка на востоке. Перейти от глубокой обеспокоенности к делу. Трампа просят предоставить Киеву летальное вооружение. Коррупционное пятно на народном фронте. Подробности разбирались в скандале со взяткой народному депутату. Суд по Кривоозерскому делу. В чем семья убитого полицейскими жителя поселка обвиняет прокуратуру? Жертвы большой воды. Потепление и сход лавин принесли беду в Закарпатье. Начинаем с последних сводок с линии фронта. За прошедшие сутки на востоке погибли двое военнослужащих. Среди них девушка, военный медик, которая оказывала помощь раненому. Пятеро армейцев получили ранения. Обстрелы продолжаются по всей линии соприкосновения. Из реактивных установок град боевики вели огонь на Донецком и Мариупольском направлении. Из ствольной артиллерии били по Авдеевке. А днем по позициям военных за городом и по соседним Песком работал танк. Как эти сутки пережила Авдеевка? Этот вопрос я задам моей коллеге, нашему военному корреспонденту Ирина Баглай. С нами на связи. Ира, приветствую тебя. Пожалуйста, ждем от тебя самых последних новостей. Да, Леш, мы сейчас в Авдеевке на территории коксохимического завода. Это единственное место, откуда есть возможность в относительной безопасности выйти в эфир. Буквально час назад за городом и в районе старой его части возобновились обстрелы. Боевики бьют из тяжелой артиллерии. Горизонт полыхал, когда мы там проезжали. Обстановка напряженная. Авдеевка по-прежнему обесточена. Создаются резервы воды для снабжения города. Тепло в дома подается. А вот отремонтировать электролинии так и не удалось. По бригаде, которая выдвинулась к месту аварии, боевики как и вчера, так и сегодня открыли стрельбу. Так что город по-прежнему во мраке. Что касается детей. Две школы работают. Сегодня на уроках было около 300 детей. Массовой эвакуации нет. На завтра на выезд записались около 20 человек. Из них 12 это дети. И столько же выехали сегодня. Пока что. Это вот вся последняя информация на данный момент. Леша. Спасибо, Ира, за работу. Напомню, наш военный корреспондент Ирина Баглай сообщила нам самые последние новости из Авдеевки. Ну а вообще, как прошел сегодняшний день. Ирина работала на месте все прошедшие сутки. И сейчас я прошу показать нам материал, который Ира успела передать в Киев. Под звуки разрывов миссия ОБСЕ во главе с Александром Хугом обошла улица, куда вчера попали снаряды боевиков. Когда что-то закончится? У меня внук выздороветь не может уже вторую неделю. По подвалу. Сегодня сидели в подвале. Стороны находятся очень близко. В том числе и тяжелое вооружение. Сегодня вечером я вернусь в Донецк и проведу переговоры с другой стороной. Это все должно прекратиться. Вчера вечером наемники ударили уже и по новой части Авдеевки. Снаряды рвались в районе школы, где хранится гуманитарная помощь, и возле стадиона. Двое людей погибли. Один из них работал водителем скорой помощи спасательного отряда. Палаточный же городок, куда приходят люди за помощью и едой, не зацепило. Но людей сегодня здесь значительно меньше. В городе люди разделились на тех, кто отказывается верить, откуда летят снаряды и для кого это очевидно. ДНР не может сюда стрелять. Своих убивать? Своих убивать? Собралась с вещами на выход. А куда собираетесь? Да никуда. Вдруг будут обстрелы. Как вы думаете, кто бьет по нас? Мы Украина. Значит, бьет ДНР. Ну, взрослые люди, мы понимаем. А вот что, вот стреляли, это вообще кошмар по городу. Это вообще ужас. Вот этого, что в первом подъезде попадания. Было направление, он, женщины, мужчины выходили. Как со стороны ясеновато было это самое. Подъезд Надежды Николаевны изрешечен. Осколками у соседей выбиты окна, разрушена часть стены. Днем в Авдеевке слышны отдаленные взрывы. Военные сообщили, по их позициям работает вражеский танк. В самом же городе ремонтные бригады пытаются восстановить электроснабжение. Да, вот видите, воздушные линии порваты все. И в Авдеевке, и тут. Все восстанавливаются сегодня. На место разрывов в обстреливаемой зоне тоже выехали ремонтные бригады с обеих сторон. С 7 часов утра договорились о режиме тишины. Российская сторона дала письменные гарантии в совместном центре по контролю за прекращением огня. А пока город без электричества, без тепла остаются дома с индивидуальным отоплением. Нема света и воды. Дети сидят в холоде. Дома плюс 7. Как вы спите, как дети? По тремя деялами. И детей всех вместе на один дед. И кот с нами залазит туда, греется. В домах же с централизованным отоплением уже второй день тепло. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Санавиация сегодня целый день доставляла в Днепр раненых из горячих точек АТО. Машины скорой помощи буквально выстраивались в очередь, чтобы забирать пострадавших и развозить их по больницам. 15 человек доставили в военный госпиталь. Это солдаты, получившие ранения под Авдеевкой, Мариуполем и Светлодарской дугой. Врачи говорят, за последние двое суток приняли 30 бойцов. Поранения верхних и нижних кинцов. Есть дотичные поранения головы. Важкие поранения, поранения минно-вибуховые. В последнее время сейчас они начали серьезно обсудить территорию Авдеевки. Просто не смотря ни на что. Венские договоры и так далее. Начали тяжелее лековать. То есть Градами, те же самые 2С-3 с 10-мм снарядами. В Киеве сегодня прощались с погибшим в бою под Авдеевкой бойцом 72-й бригады ВСУ Леонидом Дергачом. Церемония проходила на Майдане Незалежности. Близкие боевые побратимы и сотни киевлян пришли, чтобы отдать солдату последний долг. Дергач погиб 1 февраля в результате обстрелов окраин Авдеевки из Градов. Ему было 37 лет. В мирное время работал в правоохранительных органах. Был кандидатом юридических наук и преподавал в Черновицком национальном университете. После демобилизации решил вернуться на передовую. Похоронят бойца в родном селе на Буковине. Указом президента лейтенант Леонид Дергач награжден орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно. И сегодня те, кто с ним перебывал в 2015-2016 году, все равно приехали для того, чтобы сказать ему спасибо. Спасибо за то, что ты был патриотом. Он выполнил свой обовязок полностью с честью, с гидностью, с достоинством. Мы проводим его и выдаем слова глубокой шаны и вдячности его родным, его близким, всем, кто его знал, всему украинскому народу. Спасибо. 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 А глава правительства поручил местной власти обеспечить продуктовыми пайками 2000 социально незащищенных людей, которые находятся в Авдеевке. Это в основном инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. Все те, кто не может добраться в палаточный городок в центре города, где можно согреться и получить продукты. Также сегодня на заседании госкомиссии, созданной для реагирования на ситуацию в городе, Владимир Гройсман попросил организовать работу двух опорных школ в Авдеевке, чтобы дети могли продолжить занятия. Премьер призвал подчиненных сделать все возможное, чтобы в городе как можно скорее возобновили энерго, тепло и водоснабжение. И поблагодарил за помощь военных спасателей, представителей нацгвардии и нацполиции, коммунальной службы и волонтеров. Я просил бы, чтобы постоянно в вашем фокусе осталось питание того, какая нужна поддержка людям. И в помешканиях, и что касается их харчувания, где нужно допомогти, засплыти и делать это нужно быстро. Все необходимые материалы мы готовы постачать. Украина настаивает на введении на Донбасс миротворцев ООН. Возможно, этому поспособствуют результаты экстренного ночного заседания Совета Безопасности и организации относительно ситуации в Авдеевке. Такую надежду выразил сегодня замглавы администрации президента. Заявление по итогам заседания еще готовится, заметил Константин Елисеев. Напомню, сегодня ночью большинство членов Совета Безопасности поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, осудили Россию и призвали ее повлиять на боевиков, остановить эскалацию конфликта на Донбассе. Особо Елисеев поблагодарил делегацию США за четкую поддержку позиции Украины и выразил надежду, что так будет и впредь. Вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация находится фактически в изоляции на международной арене вопроса Донбасса. Наразі опрацьовывается возможность заявления Ради безопасности, которая враховала подсумки тех дебатов, которые происходили. Мы надеемся, что эти дебаты снова повернут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны о возможности разгортания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Мы считаем, что этот вариант также должен разгортаться. Прекратить огонь и возобновить переговоры в нормандском формате. Оппозиционный блок опубликовал заявление, в котором обращается к президенту и генштабу. В полициле подчеркивают, необходимо приложить все усилия, чтобы разблокировать процесс политического урегулирования конфликта на востоке страны в рамках Минских соглашений. При этом оппозиционный блок готов предложить свое посредничество для выработки реальных шагов мирного урегулирования конфликта. Оружие для Украины. Сенатор Маккейн просит Трампа предоставить Киеву летальное вооружение. О чем именно идет речь и почему санкции против ФСБ наделали столько шуму? Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Сенатор Маккейн один из тех, кто еще при Обааме требовал дать Украине оружие. Теперь написал письмо уже Трампу. Причем не просто как политик, сенатор, а официально, как руководитель комитета по вооруженным силам Сената. Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета 2017 предоставить летальное вооружение Украине. В офисе Маккейна пояснили, какое именно оружие сенатор имеет в виду. Контрабатарейное вооружение и переносные противотанковые комплексы FGM-148, так называемые «Джевелин». Американская армия использует их уже 20 лет. Применяла во время войны в Ираке и других операций стоимость одного такого комплекса четверть миллиона долларов. Мол, средства для этого зарезервированы в военном бюджете страны, но нужно принципиальное согласие президента, которого Обама не давал, полагая, что это только спровоцирует развитие конфликта. Администрация Белого дома теперь просто обязана отреагировать, ведь это не частное мнение конгрессмена, а официальное обращение профильного комитета Сената, и оно требует детального ответа. В новой команде Трампа достаточно тех, кто готов Маккейна поддержать. Впрочем, есть и свое «но». Сам сенатор убежден, что за предоставление Украине летального оружия выскажется новый глава Пентагона Джеймс Матис. Кроме того, и новый госсекретарь Тилерсон в ходе сенатских слушаний заявил во всеуслышание, в 2014-м Америка поступила неправильно и должна была дать оружие Киеву. Не уточнив, правда, какова сейчас его позиция. С другой стороны, может сказаться личная неприязнь. У Маккейна с Трампом конфликт. И президент даже в сердцах посоветовал сенатору сосредоточиться на исламском терроризме, а не разжигать третью мировую. Учитывая все эти обстоятельства, немедленного «да» на просьбу Маккейна ожидать, конечно, не приходится. Но, тем не менее, это вовсе не означает, что Белый дом отреагирует однозначным «нет». Трамп иногда эмоционален в мелочах, но серьезные решения принимают взвешенно и обдуманно. А что касается снятия санкций против России, то накануне он сказал журналистам, мол, ничего не снимал. Американский Минфин накануне внес коррективы в текст своего решения. И в прессе это сразу расценили как попытку частично снять санкции. Пресс-секретарь Белого дома назвал произошедшее обычной практикой, простым уточнением. Эксперты заявляют, что формулировка мешала американскому экспорту в Россию, поэтому ее изменили. Спекуляций по поводу полной отмены санкций президентом Трампом в прессе много. Вот технический момент журналисты, не разобравшись, и восприняли очень болезненно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Запорожье обнаружили нелегальный арсенал. 7 единиц охотничьего и травматического оружия, а еще около 2000 патронов. К ним во время обысков выявили сотрудники государственной фискальной службы. Налоговики нагрянули с проверкой на фирму, которая якобы занималась оптовыми поставками оборудования. И в процессе оперативных действий по делу о фиктивных сделках выявили у руководителей фирмы и прямо в офисе компании незарегистрированное оружие. Теперь предпринимателям придется объяснять в суде не только, почему они не заплатили 3,5 миллиона гривен налогов, но и зачем белым воротничкам в офисе незарегистрированные стволы. Сегодня во Врадеевке Николаевской области начали слушать дело о жестоком убийстве жителя Кривого озера. Это произошло полгода назад. Полицейские, которые приехали на вызов, избили, а потом застрелили Александра Цукермана. В чем обвиняют родные погибшего следователей прокуратуры и какую компенсацию требует, знает Кирилл Ющишин. Первое заседание должно было состояться в понедельник, но не явились адвокаты обвиняемых. Напомню, Александра Цукермана убили в конце августа, тогда полицейские буквально в упор расстреляли мужчину, лежавшего на земле. Это вызвало бурю негодования. В поселке местные жители едва не линчевали правоохранителей, даже подожгли райотдел. Сегодняшнее слушание начинается с того, что семья убитого просит возмещения морального и материального ущерба жене и родителям Цукермана. Общая сумма – миллион двести тысяч гривен, плюс материальная помощь на воспитание двух детей. На момент скояния злочину обвинувачены были работниками полиции, поэтому самая полиция и самая держава должны отшкодить ежемесячно шкоду на утримание детей. До 18 лет каждого. По словам адвоката семьи убитого, в прокуратуре обвинить во всем хотят только одного полицейского Дениса Ляхватского, который стрелял в Цукермана. Но остальные члены опергруппы, которые приехали на вызов, тоже принимали участие в жестоком избиении. Эксперты же классифицировали побои как легкие, и троих подозреваемых отпускают под залог. Годину с ним знущались, наносили безлеч поранений, а эксперт вказывает, что это легкие ущерба, это абсолютно неправильно. И еще раз говорю, наголошу про то, что на нашу думку, досудовое следствие цинично сфальсифицировано. О том, что в материалы уголовного производства вносили неправдивые сведения, говорят и родные погибшего. На моих очах убивали, я все же видела, как свидетель Наташа, который делал судно-экспертизу, и труп вскрывали. Было четыре поли, написали две поли. Прокуратура пока взяла паузу. Все равно будет начать ознайомиться с клопотанием и потом высловить свою думку. Похоже на то, что в смерти Цукермана виноваты все члены опергруппы, будет настаивать и главный обвиняемый Денис Ляхватский. По крайней мере, всю ответственность брать только на себя не собирается. За что? За то, что я выполнял свои служебные обязанности? За то, что муж ее избил, и я приехал и помог им? Или за то, что таксисту поломали нос, разбили машину? Или за то, что лопатой на нас кидался? Остальные обвиняемые, Причипойда, Богач и Хоменко с журналистами не общаются. Адвокаты семи погибшего требуют изменить им меру пресечения и требуют взять под стражу. Этот вопрос изучат на следующем заседании. Ровно через неделю, когда дело начнут рассматривать по сути. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаевская область. В Днепре будут судить подполковника и майора полиции за взяточничество. Задержали их во время получения денег. Полицейские шантажировали хозяйку киоска, где продавался алкоголь без лицензии. Чтобы не возникало проблем с бизнесом, предложили платить им по тысяче гривен каждый месяц. Женщина не согласилась и пошла в прокуратуру. Подполковника и майора уже уволили. Грозит им до 10 лет тюрьмы. У нас заявник, это его показы, что до требований у него неправомирной вигады. Это материалы негласных следствий, которые проводились. И эти дозволы получились соответствующими ухвалами апелляционного суду. Кроме того, подчас их затримания были выложены грешевые деньги, которые выложены у них. И они являются грешевыми доказами по этой справе. Поэтому следствие считает, что их вина доказана. В Миргородском районе Полтавской области задержали группу наркоторговцев. А прикрывал их старший лейтенант полиции. Его тоже взяли под стражу. Как сообщили в областной прокуратуре, банда состояла из четырех человек. Все они родственники. Известно также, что дельцы изготавливали и продавали ацетилированный опиум и концентрат маковой соломки. Полицейский попытался избежать наказания и предложил взятку своему коллеге. Этот факт, как и продажи наркотических веществ, задокументировали сотрудники прокуратуры. Во время обысков изъяли паспорта людей, которые, скорее всего, покупали наркотики в долг. А вот в Виннице капитан полиции не наркотиками промышлял, а собрал у себя арсенал оружия. Сотрудники СБУ и прокуратуры во время обысков по месту жительства правоохранителя изъяли четыре гранаты РГД-5, более 50 патронов различного калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье. Следствие продолжается. Уголовное производство открыто по статье «Незаконное обращение с оружием». В Хмельницком помощника одного из депутатов от Народного фронта задержали при получении взятки. Сами фронтовики называют задержание провокацией. Ситуацию разбиралась Галина Якушко. В военной прокуратуре западного региона сообщили, 10 тысяч долларов помощник нардепа Александра Ксинжука Руслан Борячковский требовал за помощь в оформлении земельного участка в городе Хмельницкий. Это земельная площадка, расположена в городе Хмельницкий. На ней есть строительные строительства. Общая площадка их порядка 1500 квадратных метров. Там склады и торговые помещены. Деньги вымогал у местного предпринимателя. Был осторожен. Взятку требовал передать через посредника. Сотрудники прокуратуры задержали его на горячем. Никаких деталей о том, как именно происходила поимка, в прокуратуре не разглашают. Ссылаются на тайну следствия. Ну а сам нардеп-фронтовик Ксинжук своего помощника пытается полностью оправдать. Мол, никакой валюты при задержании его подчиненного прокуроры не нашли. Борячковский якобы отдыхал в ресторане в центре Хмельницкого и при себе имел только 1000 гривен до кредитной карточки. А видео, на котором правоохранители пересчитывают доллары, по словам Ксинжука, липовое. Под час затримания Борячковского неправомирної вигоди, а саме кошти, отриманных незаконным шляхом, вылечено не было. Бывают на пальцах следы отмеченных грошей, которые светятся ультрафиолетом. Цего всего не было. Скандал уже обсуждают в Верховной Раде. Вот что заявил лидер социал-демократической партии. Сейчас Руслан Борячковский находится в изоляторе. За получение неправомирной вигоды ему грозит до 8 лет за решеткой. Это не единственный случай вздоимства в рядах помощников депутатов от Народного фронта. Ровно месяц назад сотрудники военной прокуратуры задержали помощника депутата фронтовика Юрия Савчука. Его подозревают в получении взятки на сумму 140 тысяч гривен. Это дело уже в суде. Галина Якушко, Геннадий Вивденко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. А в Киеве на взятке погорел высокопоставленный служащий Нацбанка. Директора департамента платежных систем НБУ и троих его сообщников сегодня ночью задержали во время получения 25 тысяч долларов. По данным следователей Генпрокуратуры, чиновник за вознаграждение обещал выдать лицензию на осуществление денежных переводов частной компании. Работал через посредников. Теперь всем участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы. Каждый день новые отговорки и отписки. Жильцы новостроя в Киеве, которые пострадали в результате введения Минюстом новых правил регистрации собственности, уже второй месяц пытаются вернуть свои квартиры. Сегодня с ними встретился замминистра юстиции. С какими новыми проблемами столкнулись пострадавшие и на кого кивают в Минюсте, все подробности в сюжете. Жильцы этого дома уже второй месяц оббивают пороги различных ведомств. Но все тщетно. 52 квартиры, которые нотариус с помощью поддельных документов переоформила за ночь на других собственников, сейчас под арестом. Сама мошенница исчезла. Минюст может решить нашу проблему. Ну, никто ничего делать не хочет. Начинаются отговорки. А вот вы правильно напишите заявление, а вот еще что-то, а вот еще что-то. После того, как ситуация получила огласку, в Минюсте все-таки согласились выслушать потерпевших. Замминистр сходу сообщил, перед этим встречался с людьми, у которых с помощью вмешательства в электронный реестр прав собственности отобрали землю. И признает, проблема масштабная. Только вот решить ее одним рощерком пера невозможно. Просит подождать еще неделю, когда будет заседание специальной антирейдерской комиссии Минюста. Тогда, обещает, могут отменить поддельную регистрацию. Мы хотим сделать таким образом, чтобы тот наказ, который мы официально приймем наступного тижня, его в суде неможливо было бы скажете. На членов комиссии впливают рейдеры-злочинцы разными способами. И погрожают. И приходят с пистолетами, с кастетами на заседание. Но людей такой ответ не устраивает. Как это законники, которые писали эти законы, как они так расписали, что это можно так сделать. Согласно закону, реестр теперь в открытом доступе. И любой зарегистрированный пользователь может найти интересующие его данные. Носить же изменения могут только нотариусы. Вот они и начали массово заупотреблять своими полномочиями. А ответственности никакой, оправдывается в Минюсте. И кивают на правоохранителей. Мы передали материалы, уже, я не знаю, где-то 20 пакетов документов на разных государственных регистраторах и нотариусах. Жодные еще не сидят за грабами. Так, триваются какие-то следственные действия, что-то там происходит. Но, на превеликий жаль, еще не покарано жодного государственного регистратора и нотариуса. Минюсте обещают все жалобы также направлять в правоохранительные органы. Людям остается только ждать. Я думаю, что это не последний этап, что это первая сходинка. И у нас еще очень большая борьба будет в этой державе за нашу квартиру. Потому что мало того, что мы сейчас получаем решение этой комиссии, нам еще нужно потом довести в судах, что эта квартира наша. Решение антирейдерской комиссии, хоть и будет плюсом в суде, но успех не гарантирует. Единственное, что радует пострадавших, их квартиры под арестом. И пока будет продолжаться судебная волокита, рейдеры продать недвижимость не смогут. Ольга Рыцарь, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. Об афере покрупнее стало известно редакции подробностей. В Мариуполе разграбили целый нефтеперерабатывающий завод. После начала боевых действий у Азовской нефтяной компании, расположенной почти на линии фронта, начались проблемы. И производство остановили. Но в прошлом году простаивающее предприятие захватили вооруженные молочики и вывезли дорогостоящие оборудования, принадлежащие банку, выдававшему ранее компании кредит на его покупку. Есть подозрения, теперь оно на неподконтрольной Украине территории и может обеспечивать боевиков топливом. Редакция подробностей получила данные о возможном прикрытии и даже организации этого преступления высокопоставленными правоохранителями. Наши журналисты начали расследование, уже подали запросы в силовые структуры и ведомства, а также отправились в сам Мариуполь. Электрошок для бизнеса. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики подняла цены на подключение к электросетям в 10 раз. Теперь владельцы объектов должны будут выложить от 3 и почти до 10 тысяч гривен за каждый киловатт подключаемой мощности. Скачок этот в итоге все равно ударит по конечному потребителю. Предприниматели просто будут закладывать его в цену. Вместе с тем, подчеркивают эксперты, существенно снизится и инвестиционная привлекательность ведения бизнеса в Украине. Они говорят, а была же неофицийная плата, простыми словами хабар. Вы ее не выраховываете, когда говорите, что все подорожало. Логика достаточно дивна, потому что регулятор взгляд на хабар и на неофицийную плату мог бы реагировать и по-инокшему. А так он просто это берет и легализирует официйный платеж. Эта методика распространяется на каких-то будущих пользователей. Это и те самые лекарные, садочки, воинские частины. То есть сегодня, завтра мы, как платники податков, должны сплатить за социальный развитие, за воинскую оборону нашей страны. И мы это должны сейчас сплатить безусловно представникам монополистам. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Атака в Лувре. В центре Парижа неизвестный пытался устроить теракт. Все на фронт. Виртуальный. Британия объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с хакерами. По соседству с инфекцией. Грозит ли румынская эпидемия кори приграничным областям Украины? Теракт в Париже. Неизвестный пытался прорваться в Лувр с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар». Большая ситуация в столице Франции. Алексей Пшемызкий. Нападение произошло среди белого дня. Прямо у входа в Лувр, где в очереди стояли сотни человек. Неизвестный с двумя сумками на плечах подбежал к военному патрулю на площади. И ударил одного из солдат мачете по голове. В ответ второй военный открыл огонь. Он ранил в голову одного из военных. Другой солдат выстрелил в нападающего пять раз, серьезно ранив. Мы проверили его сумки и не нашли там взрывчатку. Я думаю, то, что он кричал и как напал, явно было сделано, чтобы эта атака выглядела как теракт. Но, к счастью, у злоумышленника не было ничего опаснее мачете. Больше никто не пострадал. Охранники музея немедленно заперли все двери, опасаясь, что нападавшие или кто-либо из его сообщников могут попытаться прорваться внутрь со взрывчаткой. В итоге, внутри Лувра заперти оказались сотни человек. Те, кто был на улице, разбегались, пытаясь укрыться. Мы слышали четыре выстрела из оружия. Сначала я подумала, что это фейерверки, но затем сказала себе, мы же во Франции, это явно не фейерверки. Все начали кричать, бегите, но я не смогла, и мой коллега крикнул мне, пригнись. Мы услышали взрывы, то есть выстрелы, четыре подряд. И просто оцепенели, не могли даже пошевелиться. Солдату, получившему ранение, медики оказали помощь, а нападавший в тяжелом состоянии, в больнице. Его личность, как и мотивы, власти пока что не раскрывают. Однако известно, что на месте инцидента был задержан еще один человек. Возможно, его сообщник, а несколькими часами позже спецназ провел обыски в одном из домов в центре Парижа. Однако детали также до сих пор неизвестны. Сам Лувр пока что закрыт. Примечательно, что одним из первых инцидент прокомментировал Дональд Трамп, написавший в своем аккаунте в Твиттере, что нападавший был сторонником радикального ислама и террористом. Практически в слово президенту США также написала в своем Твиттере и одна из кандидатов на президентских выборах во Франции, Марин Ле Пен, сказавшая спасибо военным, которые стоят на передовой борьбы с исламской угрозой и варварством. Независимо от того, установит ли правоохранитель связь между нападавшими и террористическими организациями. Очевидно, что сегодняшний инцидент вызовет во Франции очередной всплеск полемики на тему беженцев и террористической угрозы, которую здесь постоянно используют кандидаты на президентских выборах. А до самого голосования осталось всего чуть менее трех месяцев. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В здании французского сената прошли обыски. Полиция изъяла документы по делу семьи кандидатов в президенты страны Франсуа Фиона. Теперь полиция взялась за его детей. Дочь Мари и сына Шарля подозревают в получении огромных сумм за работу, которую они не выполняли. Касается это периода 5-7-го годов, когда их отец был сенатором. Продолжается расследование и в отношении жены Фиона. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму свыше 500 тысяч евро. Она числилась на должности помощницы мужа в сенате, но при этом даже не появлялась на работе. В связи со скандалом рейтинг кандидата от республиканской партии стремительно падает. И большинство французов считают, что Фион должен отказаться от участия в президентской гонке. Кремлевские кибервойны. Угроза Западу. Это слова министра обороны Великобритании. Страна бросает все силы на виртуальный фронт. Кто конкретно страдает от хакерских атак и сколько денег выделяют на борьбу с ними, знает наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Об этом чаще говорят обыватели, но в последнее время и политики первой величины. Россия по полной воюет на виртуальном фронте и пытается дестабилизировать Запад. Так прямо и заявил министр обороны Великобритании. Мы видим страну, которая превратила информацию в оружие и вошла в эру постправды. Она разрушает национальную безопасность своих союзников и игнорирует международные правила. Феллен вспоминал кибератаки на французское телевидение, немецкий парламент, госинституты Болгарии, ложь по поводу сбитого на Донбассе Боинга и, конечно, взломанные серверы американских демократов. Русские ответственны за кибератаки на Соединенные Штаты Америки. В самой Великобритании среди заметных инцидентов украденные данные клиентов крупных мобильных операторов и сотни отмененных операций в трех больницах из-за вируса в системе. Когда что-то идет не так, мы теряем важные данные, например, записи об уплате налогов. Очень серьезные вещи могут происходить, ведь хакеры отлично подготовлены. Даже Тереза Мэй сегодня на саммите ЕС уговаривала мировых лидеров больше внимания и средств уделять сотрудничеству в сфере безопасности и усилению НАТО в частности. На Туманном Альбионе скоро обещают построить новый операционный центр по борьбе с киберпреступностью. Три миллиарда фунтов стерлингов выделили на обучение госслужащих и поиск новых кадров. Но пока эти вложения лишь повод для критики. Дескать, и специалистов не хватает, и с поточными кризисами не справляются. Куда там предотвращать? Не научились еще воевать на виртуальном фронте. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Напряжение между Россией и Белоруссией растет. Президент Лукашенко обвинил Кремль в нарушении договора о госгранице и пожаловался на политические выпады Москвы. Накануне ФСБ решило вернуть пограничный контроль с Белоруссией. Это ответ на решение Лукашенко о предоставлении безвизового режима 80 государствам, в том числе США и странам ЕС. Так до недавнего времени выглядела российско-белорусская граница. Пустые пропускные пункты и никакого досмотра. Водители лишь снижали скорость при пересечении государственных рубежей. На 27-страничный указ ФСБ внес коррективы. В Смоленской, Псковской и Брянской областях теперь оборудуют КПП. Вокруг 30-метровую спецзону. Въезд только по спецпропускам. Официальная причина – недавнее распоряжение Минска. В Беларусь разрешили безвизовый пятидневный въезд для граждан почти 80 государств. А теперь о пограничной зоне. Я уже как-то этим, этого коснулся. Мы имеем право принимать, кого мы считаем нужным в свою страну. Они это делают. Кого только они не принимают. Даже террористов бывших. Ну нормально, надо разговаривать. Мы это поддерживаем. Ну не хотим мы им давать разрешение, спрашивать, чтобы они у нас спрашивали разрешение. Приехать или не приехать, бумажку получать, визу и платить деньги. Ну не хотим, приезжайте. Мы считаем, что они от приезда к нам. Мы получим от этого больше. На ответные зеркальные меры руководство Беларуси идти пока не спешит. По словам представителей Государственного пограничного комитета, у двух стран и так уже существует общая база нежелательных лиц, а также российских должников. Им по закону запрещено покидать пределы Федерации. Решение является внутренним делом Российской Федерации. Еще в сентябре 2014 года президент Республики Беларусь издал указ. Принятие данного указа позволило наладить более тесное сотрудничество между пограничными ведомствами России и Беларуси по обеспечению национальной и пограничной безопасности. По мнению Государственного пограничного комитета, этих мер вполне достаточно. В Москве нововведения сегодня не комментировали. Единственный источник информации – печатное распоряжение ФСБ. Однако, несколькими неделями ранее для прибывающих в Москву белорусов в аэропортах ввели паспортный контроль. Тогда Министерство иностранных дел все-таки высказалось. В рамках союзного государства вопрос об оборудовании российско-белорусской границы не поднимался. Однако сейчас ситуация в мире кардинально изменилась. Я не буду лишний раз напоминать о том, что резко возросли риски, связанные с туристическими, миграционными вопросами. Российскими компетентными органами на этом участке границы регулярно задерживались лица, которые не имели оснований для въезда в Российскую Федерацию и представляли угрозу безопасности. Тем временем, неназванный источник в интервью одному из российских информагентств рассказал, что якобы в Минске рассматривают возможность выхода из таможенного союза договора о коллективной безопасности и так называемого союзного государства. Однако во время своего сегодняшнего общения с прессой президент страны Александр Лукашенко эти сообщения не опроверг и не подтвердил. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. В приеме отказать. Европейские политики не хотят принимать в Брюсселе нового американского посла при ЕС. Чем им не угодил? Тед Малах, авторитетный консультант, опытный экономист и дипломат. Мы узнаем у Татьяны Лагуновой, она с нами на связи. Татьяна, приветствую, мы тебя слушаем. Алексей, в Брюсселе, похоже, действительно назревает настоящий бунт. И все из-за Теда Малаха, которому прочат место нового посла США при ЕС. И хотя официально новая американская администрация о назначении еще не объявляла, в Вашингтоне не скрывают, что именно Малах фаворит Дональда Трампа на этот пост. В Брюсселе решили действовать на опережение. Руководители нескольких фракций Европарламента направили письмо руководству Еврокомиссии и Европейского совета с требованием, в случае чего, отказать Малаху в аккредитации, как убежденному евроскептику. И чтобы не быть голословными, в качестве премьера подобрали несколько высказываний потенциального посла в адрес Евросоюза. Так, недавно Малах заявил, что в течение ближайших двух лет еврозону ждет крах. Соглашение о свободной торговле между США и ЕС назвал бессмысленным. Яро поддерживал Брекзит и вот что ответил, когда его спросили, почему он хочет стать послом. На своем прошлом дипломатическом посту я помогал разрушить СССР. Возможно, теперь еще один союз нуждается в украшении. В общем, считают авторы письма, если такой дипломат будет представлять Америку при ЕС, это только подорвет трансатлантические отношения. Официальный Брюссель ни письмо, ни вероятное назначение Малаха пока не комментирует. Впрочем, чтобы заблокировать трудоустройство нового посла, письма в принципе и не нужны. Это может сделать каждая из стран ЕС, применив право ВЕТА. Алексей? Спасибо, коллега. Татьяна Лагунова из Брюсселя о возможном американском после, который, похоже, уже не пришелся к европейскому двору. Румынский Майдан. Четвертый день в стране масштабные антиправительственные протесты. На улицах Бухареста и других городов около 300 тысяч человек. Чем возмущены? Готова ли власть пойти на уступки людям? Материал Светланы Чернецкой. Тори! 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 Ищет победы перед зданием правительства, несмотря на мороз, митингующих с каждым днем все больше. Протесты начались еще в прошлом месяце, но в активную фазу переросли в ночь на среду, когда поздним вечером правительство, невзирая на митинги, все же приняло постановление о декриминализации ряда преступлений, что, по сути, позволит коррупционерам оставаться безнаказанными. Я не хочу жить в стране, где правительство делает воровство легальным и выпускает преступников из тюрем. Эмоции возмущенных граждан удается сдерживать. Жандармы раздают протестующим листовки с инструкциями, не поддаваться на провокации и избегать агрессивных людей. Делают все, чтобы не повторились события среды. Тогда полиция применила слезоточивый газ, чтобы усмирить группу радикалов. Двое протестующих и двое жандармов получили ранения. Несколько человек арестовали. Люди обещают стоять до последнего, но и правительство твердо стоит на своем. И от принятого постановления не отказывается. Теперь коррупционерам тюрьма грозит только в том случае, если убытки от их деятельности превышают 48 тысяч долларов. Также будет провозглашена амнистия для разгрузки тюрем, объясняют чиновники. Среди амнистированных могут оказаться медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег, а также идеолог нового указа, председатель правящей социал-демократической партии Ливио Драгне, осужденный за подтасовку голосования на выборах. Мы считаем, что любая попытка подорвать деятельность правительства является дестабилизацией порядка в Румынии. Мы приняли решение и не намерены отзывать указ. На фоне масштабных протестов в отставку ушел министр торговли. Автор документа, министр юстиции, временно передал свои полномочия заму. На стороне митингующих президент страны Клаус Йоханнес призвал премьера отменить указ и обжаловал его в конституционном суде. Ситуация в стране очень сложная. Сотни тысяч моих сторонников вышли на улицу, и я верю им, верю своему народу. Поэтому, в конце концов, уверен, мы найдем хорошее решение. Закон восторжествует, восторжествуют европейские ценности. В Совете Европы Еврокомиссии осудили принятые постановления, назвав его огромным шагом назад в борьбе с коррупцией, которую Румыния так успешно осуществляла последние 10 лет после вступления в Евросоюз. Шесть государств, в том числе Германия, Франция и США, предупредили румынские власти, что под угрозу поставлены международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. Другое чрезвычайное происшествие в Румынии не на шутку напугало украинцев. У соседей эпидемия кори. Заболели более двух тысяч детей. Есть даже смертельные случаи. Риск эпидемии высок для четырех регионов Украины, которые граничат с Румынией. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. Министерство здравоохранения молчит. Но вот местные инфекционисты крайне встревожены. Продолжит Ольга Паламарюк. Жительница Черновцов Наталья с самого утра дежурит возле кабинета. В поликлинику пришла сделать трехлетней дочери прививку. Таких, как Наталья, лишь в этой городской поликлинике десятки каждый день. Родители напуганы возможным распространением инфекции. В соседней Румынии эпидемия кори. Заболели свыше двух тысяч детей, 14 умерли. Если мы обеспечиваем иммунитет громады на уровне 90%, то эта болезнь просто исчезает. Если бы у нас были провакцинованы 90% в области, мы бы даже про Кир не забывали. На жаль, у нас сейчас процент немного больше, чем 50%. А все из-за дефицита вакцины, объясняют врачи. В прошлом году из-за того, что поставок не было, вообще привили лишь треть детей. И только в середине января этого года Черновицкая область наконец получила вакцину. На сегодня мы готовы прищепить всю массу детей, которые не щеплены в минулые годы. А это более 6,5 тысяч человек. Что же касается детей, которые не получили в час данное щепление, значит мы прищепляем детей в любом возрасте. В департаменте здравоохранения уже готовят информационные буклеты. Их передадут пограничникам на пункты пропуска. Но вот практикующие врачи уверены, этого мало. Проводить вакцинацию следовало раньше. Врачи настоятельно рекомендуют немедленно сделать прививки, причем не только детям, но и взрослым. А вот в Министерстве здравоохранения Украины сохраняют олимпийское спокойствие. По крайней мере на официальном сайте ведомства никаких новостей об эпидемии в соседнем государстве. Как и свежая информация о заболеваемости корью в Украине. Лишь сообщают, все больницы обеспечены вакцинами. А если в поликлинике говорят об их отсутствии, жителям предлагают жаловаться на горячую линию министерства. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновцы. Большая вода в Закарпатье. Из-за ледохода горные реки вышли из берегов. Потоплены почти полтысячи дворов. Эвакуировали десятки человек. Больше в репортаже наших корреспондентов. В селе Бронька Ишавского района повсюду огромные куски льда. На дороге в детсаду, на местном стадионе, во дворах и огородах. Ледоход на реках начался из-за резкого потепления. Температура за несколько дней поднялась от минус 15 до плюс 4. Речка Боржава вышла из берегов и ночью вода вынесла огромные глыбы в село. Два дома от такого натиска просто рухнули. Одинокий пенсионер Иван Кикола остался без крыши над головой. В селе потопило 25 домов. Анатолий рассказывает, около часа ночи вода начала стремительно прибывать. Успел вывезти детей и супругу на сушу, но вернуться назад уже не смог. Уровень воды во дворе поднялся до полутораметровой отметки. Взяли документы, вещи и все. Все, все, вот его. Трещина появилась в стене. Теперь Анатолий опасается, что его дом завалится, как соседский. С понедельника, по прогнозам синоптика, в мороз. Мокрые стены могут не выдержать. Без крыши остались сельский магазин и кафе, а детский сад и вовсе весь завален льдом. В Броньке ждут спасателей, чтобы те оперативно откачали воду из дворов и домов. Что касается компенсации, то в селе очень надеются на государство. В местном дотационном бюджете на это денег нет. От воды пострадало около полутысячи дворов в восьми районах области. В поселке Кольчино под Мукачевом обрушился дом. Здесь же затопило подсобное хозяйство. Скот спасти не удалось. Опасная ситуация в области сохранится еще несколько дней. Штормовые предупреждения объявлены до 6 февраля. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. С подробностями на сегодня все. Далее в информационном вечере. Черное зеркало. Веду я его сегодня не сам. Мне поможет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Вообще моей коллеге сегодня удалось практически невозможное. Ира организовала выездную студию в самой Авдеевке. Сейчас она с нами на связи. Ира, скажи, все ли у вас готово к эфиру? И кто пришел отвечать на мои и твои вопросы? Леш, ну как вы можете видеть, у нас уже практически все готово. Уже даже завязалась дискуссия. У нас сегодня в гостях, как меня правильно поправили наши гости, люди, которые не пятые сутки находятся под обстрелами. Которые живут в состоянии войны уже третий год. Это школьница, это медики, это учителя, это люди, которые пострадали от обстрелов. Это сотрудники коксохимического завода, который является градообразующим. Который сейчас спасает город и подает тепло в дома. Вот ждем встречи с вами. И надеюсь, что будет интересная и достаточно эмоциональная, скорее всего, дискуссия. Леша. Тоже думаю, что эфир предстоит нам непростой. Спасибо. Жду встречи уже в эфире «Черного зеркала». С нами на связи была Ирина Баглай. Вместе с ней я встречусь с вами в эфире ток-шоу «Черное зеркало». Уже совсем скоро. Дождитесь, пожалуйста. С вами был Ирина Баглай.